всем привет мы сейчас будем общаться с ротики нам денисом и леонора севинард дадим ребятам пару минут на то чтобы подключиться и совсем скоро начнем вопросы к артистам у нас подготовлены и заготовлены спасибо всем кто писал в комментариях оставлял свои сообщения мы все это записали зафиксировали и скорее всего чат мы почитать не успеем но будем очень стараться ждем ребят спасибо юля так вот уже денис присоединился я вижу к нам так сейчас будем начинать мы будем рады да вашим сердечком реагируйте на наш эфир пишите нам пишите так здрасте здрасте денис здрасте леонора рада вас видеть так ну что я уже за вас поздоровалась со всеми всем сказала что чат мы наверное да не успеем почитать потому что вопросов на самом деле написали нам много вот думаю что прям час быстро пролетит провокационные начнем начнем самых простых мы мы прямо те или много простых но оставили парочку так для затравочки как вообще у вас настроение много репетиций да очень хорошее настроение потому что на улице прекрасная погода наконец-то лето вот недавно денису прилетел с фестиваля марийского в казани сегодня у него такой больше выходной день был вот поэтому что мы настроен нашли время да слава богу хорошо так тогда первый вопрос это в условиях карантина в общем ситуации карантина и всего вот изоляции отсутствие спектаклей какое-то время интересно сейчас узнать где находится ваша самая любимая балетная сцена и какие есть отличительные особенности у сцен таких самых знаменитых наверное театр где может быть лучше чем большим театр тем более предсказывает и самый лучший труппой просто сам самая родная сцена поэтому по ней конечно больше всего скучали очень сложно танцевать на самом деле да почему больше сил и ответственность всегда больше потому что все таки нельзя в своем доме танцевать плохо ну конечно тоже нельзя танцевать плохо это просто потому что ответственность всегда как-то вот лично у меня внутри больше хотя на самом деле вот куда ты не приехал да там пускай там город россии или за границей всегда ответственность на самом деле одна и та же первую очередь всегда ответственность перед искусством балета нельзя скажем так халтурить это даже не зрители первую очередь не простят а искусство балета простит ну да но наверное москве все равно теплее всего встречают потому что свои или нет ну на самом деле везде по-разному и в зависимости от спектакля в зависимости от настроения публики но я не могу вот сказать что в москве именно теплее самое такое наверное я судить по громкости область аплодисментов это был китай там потому что блондин высокие или тоже да не совсем темненькая и как бы но отличается от китаянки не правда вот и поэтому конечно же люди люди сразу на это как-то реагируют там и все на то как танцуем тоже конечно все вообще в азии очень да вот там балеты всегда такое реакция на прощение очень такая восторженная но у них культура вообще в принципе вот в китае по-моему какая-то особая такая вот они прям так вот на все очень наверное реагируют даже про страны азии и в японии ну да вот у них как-то очень так это очень развита вот любовь к к такому именно классическому искусству да согласна так хорошо тогда следующий вопрос какие у вас есть лайфхаки на занятиях классом именно работаете либо по старым каким-то алгоритмам которые уже сформировались давно старой классической школы или это творческий подход каждый раз какой-то новый процесс и есть ли в ваших в ваших портфелях авторские приемы какие-то которые вот вы сами для себя как-то изобрели в процессе и ими пользуетесь в процессе урока ну да ну подготовки нет ну вообще мы каждый день ходим на класс театральный это конечно классический урок который нас подготавливает к репетициям но бывает такое ну бывает очень часто когда спектакль например вечером и мы приезжаем к вечеру к спектаклю и греемся сами вот наверно делаем больше те же самые движения но наверно те которые именно больше нужны конкретно допустим мне чтобы вот разогреть какие-то мышцы которые мне нужны вот на спектакле там если прыгать то мне нужно хорошо разогреть очень сделать больше плие чтобы прогреть хорошо колени там ахиллы вот если это адажо то я больше всегда буду тянуться но это у всех по-разному поскольку у всех разные данные вот у меня наверное так то есть все равно это классический урок это ничего такого нового у меня тоже есть определенный момент когда я открываюсь определенный класс который еще я нашел в самом начале своего творческого пути в большом театре я как-то этому не изменяю слава богу пока скажем так он меня греет и вот я пока им придерживаюсь и не экспериментирую потому что были случаи когда я экспериментировал уроком классического танца у меня случались травмы и больше так не делаю и всегда перед спектаклем занимаюсь тем классом который я нашел в начале своего творческого пути в театре так тут нам пишут что у Элечка плохо видно а вы можете чуть вот так так хорошо ну так лучше да наверное хорошо спасибо следующий тоже такой один из простых вопросов наверное и достаточно частых но мы его вам не задавали поэтому какие ваши самые любимые партии самые нелюбимые вообще мне кажется это с каждым новым годом может меняться то есть вот у вас это спрашивали допустим пару лет назад это был один опыт а сейчас возможно он уже изменился каким-то образом ну на самом деле я вот то что танцую сейчас в театре и вне театра я все очень люблю вот 31 марта я танцевал абсолютно все роли которые о которых я мечтал танцевать в самом начале как бы своего пути опять же в театре и вот тех ролях которые мечтал как таким мистическим образом сложились что 31 марта я их танцевал то есть в начале Жозель потом была Раймонда 6-го или 7-го апреля но неважно Иван Грозный потом Спартак на той же неделе было Лебединое озеро потом послала Байдерко Онегин и закончила все легенды о любви то есть это вот очень сложная марафон да но как-то я вот они так совпали я правда вот всегда когда еще учился в училище смотрел на артистов которые исполняют главные роли с восторгом и в глубине души конечно же я всегда хотел мечтал и вот как-то такое чувство что был какой-то экзамен все-таки вторая часть карьеры у меня началась вот и и я надеюсь что я его выдержал достойно угу и вот он закончил 29 мая мая двухмесячный марафон ну я не могу сказать что это марафон это было в удовольствие потому что нет смысла выходить на сцену без удовольствия сразу будет видно зрителю было как-то тяжело и казалось зачем мне все это надо но когда ты выходишь на сцену ты понимаешь всю интересность нашей профессии и все то для чего ты работала стремился к этому эленора у вас у меня ну поскольку я пока больше набираю то есть у меня наверное в этом сезоне много вообще новых ролей то есть мне пока я еще сказать возможно так познаю я открываю допустим какие-то новые для себя спектакли которые мне очень сильно начинают нравиться то есть я очень действительно получила огромное удовольствие от этюдов которые я танцевала раньше даже сложно назвать это кардебалетом потому что в этюдах все работают как бы ну чуть-чуть меньше чем солисты но если ты исполняешь много вот этих дополнительных кусочков вариаций то ты ну занят не меньше солисты вот и исполнив балерина в этюдах я получила какое-то просто колоссальное удовольствие вот хотя это достаточно сложная сложный спектакль его в театре называют экзаменом но мне почему-то приносит вот какое-то колоссальное удовольствие и музыка и движение и все вариации и мазурка поэтому вот наверное мой фаворит сейчас и мне всегда самой получится не получится что-то то есть такой спектакль на котором мне кажется очень можно хорошо расти ну вы быстро движетесь и прям приятно за вашим следить развитием очень интересно и ну мне кажется что через несколько лет вам прям будет вот уже чтоб вспомнить это прям будет так ну нет еще подожди еще раз так хорошо следующий вопрос уже такой более интересный были ли у вас сложности с партнерами по сцене если были можно без имен просто какие-то может быть интересные случаи или какие-то сложности которые вам запомнились можно без временных рамок без имен но были нелегкие и не всегда помогали вот ну по-разному бывает да бывает просто кем-то кто-то лучше чувствует как партнер например кто-то хуже вот то есть где-то ты можешь больше расслабиться в руках партнера скажем так где-то все равно приходится больше держаться но в принципе всегда мне кажется да от двух людей зависит ну в основном да конечно же партнеры хорошие партнерши партнер хорошие в большом театре всегда скажем так поначалу сложно а потом уже как-то привыкаешь у тебя появляется опыт и уже и даже когда какие-то партнерши которые были возможно тебе неудобно ты как-то тоже понимаешь их их данные координацию тела и уже в хорошем смысле подстраиваешься под это да наверное просто с кем-то быстрее находится вот это понимание с кем-то чуть-чуть подольше но все равно в целом в итоге главное что находится вот и все на общий на общий результат вот вот мне всегда было интересно бывает такое вообще у профессионалов что забываете текст ну вот вдруг вот так вот просто у меня только раз да я люблю быстро что-то готовлю вот прям очень быстро и мало репетирую но из-за уважительных причин там так получается например просто большая загруженность но очень хочется например поехать куда-то что-то станцевать ты быстро-быстро учишь но это было со мной вот прям чтобы совсем я прям вылечила из головы порядок это был один раз когда я первый раз в жизни танцевала по ДД из балета Дон Кихот и там есть такой момент я стою в позу и Денис от меня отходит и я на него смотрю и меня в глазах просто я остановилась я просто не знаю что мне дальше делать и Денис мне просто беги и я поворачиваюсь начинаю бежать и потом у меня в моменте ну все вспомнилось она побежала в ту сторону да хотя бы не за Денисом но вот бывало такое хотя раньше мне казалось как это возможно потому что ну действительно когда много репетируешь это невозможно так же ну как бы действительно вот ну еще волнение наверное сказалось чуть-чуть в тот момент первый раз мне тоже казалось что наверное это где-то вот первые какие-то вот первые разы или первые разы выхода с новой партии или просто первые разы вообще ну то есть такие там какие-то серьезные сценические и ты тогда где-то можешь потеряться так а ходите ли вы в театр как зрители что предпочитаете смотреть и смотрите ли вы кино в кинотеатрах как обычные люди ну сейчас уже в современном мире в кино но в кинотеатры мы не ходим потому что есть приложение где можно посмотреть фильм сразу тот который тебе нравится да и сейчас много различных каких-то и документальных сериалов фильмов выходит снятое специально какого-то приложения в интернете что касается театров то вот после карантина мы не были нигде ну вот так получилось как-то так случилось да что после вот пандемии пока что как-то не знаю в принципе уже наверное даже не страшно куда-то сходить да успеваем выходить вот а до этого конечно же вот и в в выходили и в оперу я в основном хожу ходил в театр станиславского и в новую оперу и филармонию да на концерт на концерты музыки ходил и на концерт вот до пандемии последний где был это на Юрия Бранович Башмет в зале Чайковского его соль угу 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 а я прервался да да что-то прервалось да чуть-чуть вот вроде все и вы меня слышите да что я сказал да на Башмете остановилась да последний в зале Чайковского на сольном концерте Юрия Абрамовича Башмета угу ну да я думаю что когда прям загруз в театре то наверное вообще нет времени тут я в театре не работаю у меня нет времени так много было вопросов по поводу того кого вы считаете для себя примером из прошлого и возможно из нынешнего поколения вы часто говорили да и рассказывали по крайней мере я многое читала об этом но возможно кто-то не нашел не слышал можно как-то вкратце из прошлого наверное но на самом деле вот нет конкретного одного человека который я мог бы для себя выделить но есть очень много артистов которые в той или иной партии остаются непревзойденными и конечно же это пример для подражания и там допустим если брать Ивана Грозного партию то конечно же лучше Юрий Кузьмич Владимиров на мой взгляд никто лучше это не сделал с точки зрения образа если брать балет это конечно же Владимир Викторович потому что вот на него это поставилось на него как-то вот это все органично очень легло и я как бы с него пытаюсь много очень взять для этой роли тот же Красс с актерской точки лучше никто не станцевал чем Марис Лиепа и это правда с актерской точки зрения это это невозможно повторить но можно сделать как-то по-своему по-другому таких артистов надо всегда учиться брать от них самое лучшее а ни в коем случае их не копировать ну и как бы подходить с головой чтобы это не бедные копии артиста кстати к слову о Крассе вот у нас был вопрос как раз вы должны были дебютировать в партии Красса в Новосибирске пару лет назад и отменился дебют и есть ли у вас в планах станцевать его на той же сцене или на сцене в большом ну это Владимир Абрамович Кехман агитирует постоянно на такие авантюры такие очень так сказать интересные авантюры творческие и в принципе вы знаете это бы на самом деле я хотел сделать но для того чтобы сделать эту роль это нужно время а времени сейчас в условиях этой интенсивной работы в театре ее нету и поэтому не хочется выходить и вот как бы чтобы это было проходящее а хочется чтобы это действительно было очень достойно и опять же чтобы это было не стыдно как бы то что на самом деле очень сложная партия то есть ее это да это очень сложная партия там своя координация и желательно чтобы не было спектаклей других мне кажется в это время а это тяжело так погрузиться в нее да выйти вот просто вот так вот и сделать порядок не хочется а за такой короткий срок к сожалению не успеть хорошо можно ли сравнивать между собой школы русскую и американскую и как вы вообще относитесь к западной хореографии и мнению что все нужно модернизировать менять и нужно ли вообще это делать в русской школе я считаю ничего не нужно менять потому что у них такой путь у нас другой путь мне кажется больше за сохранение какой-то классической школы но при этом мы можем и современное пробовать но мне кажется ну это то же самое значит мы же допустим не поедем в Англию да и не не будем передать там англический газон зачем тогда кому-то еще лезть и менять наши традиции которые были лучшие в мире остаются по сей день ну зачем просто ну непонятно я считаю что в русской школе ничего не нужно менять конечно же нужно усовершенствоваться нужно дальше продолжать учиться как бы по той системе по которой ну всегда это было потому что это доказано что это хорошо и что лучшее в мире пока ничего не придумано вот ну мне кажется на самом деле что у нас просто вот такой действительно путь больше классические сохранения но мы при этом пробуем современную хореографию но наверное конечно меньше экспериментируем вот да но при этом самые интересные мне кажется современные постановки все равно до нас доходят и мы с ними сталкиваемся работаем это очень здорово у них чуть-чуть другой путь но мне кажется в этом и прелесть разнообразия вот такого что туда можно поехать посмотреть их творчество да их культуру у нас чуть-чуть другое то есть если бы везде все было одинаково наверное было бы не так интересно ну да согласна как вы относитесь к современным трактовкам классических постановок в балете и опере сейчас очень популярная тема я говорю о ней очень хорошо потому что у меня была плачевная такая такой пример когда я попал впервые на оперу я попал на оперу Руслана Людмилы и я не очень понял потому что вроде бы декорация как бы с той эпохи да но выходит Руслан в пуховике современном я сразу понял что происходит оказывается якобы это была свадьба где был я не помню что там честно как это трактовалось но якобы была свадьба на каком-то банкете вот в этих декорациях а потом все проходит в современном мире и я был очень расстроен разочарованный после этого в оперу не хотел даже ходить потому что думал что неужели все там ну вот так же пока не попал на оперу Борис Годунов по-моему 1948 года возобновление капитальное возобновление было 1948 года в Большом театре и вот тогда я понял что вот вот это то что надо ну да пуховики это забавно так обсуждаете ли вы дома балет как по-другому обсуждаем мы идем из театра и обсуждаем там балет балет но все вокруг балета в жизни выстроено поэтому наверное это очень сложно будет даже мне кажется если мы решим вдруг сегодня мы об балете не говорим нет кто-нибудь уже через несколько минут уже не выдержит и случайно что-нибудь скажет а сложно ли жить и работать вместе и бывают ли какие-то конфликты из-за этого ну там не знаю хочется побыть одному или там вообще что ну не знаю да нет вроде не знаю нас такого не было да ну бывают какие-то сложности когда допустим хочется сделать что-то очень хорошо вот когда вместе танцуем понимаем что допустим сейчас мы делаем можем сделать это лучше и конечно когда понимаешь что можешь сделать лучше но пока не получается тяжело например когда мы репетировали спартак вот я первый раз должна была танцевать мы репетировали наверное час с чем-то да я даже не знаю очень долго и поддержка вот в спартаке очень сложная во втором акте на одну руку есть когда нужно чтобы партнер через сцену пронес она у нас то получалось что не получалось но не стабильно в общем достаточно была вот наверное чуть 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 больше конечно сто процентов была в этом моя вина на самом деле страшно честно говоря вниз головой ноги сверху и ты вот на руке и на одной руке мальчик ты на одной руке вниз головой да 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 здесь даже вопрос ты можешь сто процентов доверять партнеру но просто надо почувствовать вот эту вот опору куда ты вес должен передать это немножко страшно сложно и в общем было достаточно стабильно и мы вот так час тридцать репетировали я пришла уже к себе в раздевалку так только села такой вот дверь и Денис говорит пойдем в зал и вот мы из зала не ушли я не знаю пока вот три раза подряд она не получилась хорошо потому что так это поддержка хорошо теперь еще из третьего акта поддержку пока вот у нас действительно они не получили мы не вышли оттуда вот но зато уже домой мы более или менее спокойно пришли наверное если бы вот если не доделывать вот эту работу то наверное какое-то такое неспокойство остается так хорошо где можно в ближайшее время увидеть ваше совместное выступление это тоже очень частый вопрос от всех сейчас пока еще пока вот ближайшего прям нету может быть будет мы просто не знаем еще афиши в ванне карениной но может быть там будет маленький кусочек когда бронский с принцессой сорокиной там совсем маленький там совсем маленький да это был кстати тоже один из вопросов будете ли вы участвовать в этом блоге с Анной карениной просто у нас пока еще не повесили афиши но ну будем должны да там столько спектаклей мне кажется что что-то будет точно а такой вопрос про ваши гастроли в Минске планируемые да планируем так вот вопрос следующим тут прям целая зарисовка пишет подписчица она будет кричать браво а хотелось бы бис вызывали ли вас последние годы на бис и готовы ли вы выйти если публика позовет ну на самом деле кричали но как-то артисты мы серьезно это не воспринимаем но это очень тяжело на самом деле очень сложно в плане это нужно прям планировать мне кажется нужно договариваться с дирижером это будет хуже с занавесом нет я просто не знаю как это работает в плане вот как дирижер должен понять что ты выходишь на бис и что именно ты там будешь танцевать что ты хочешь повторить то есть это мне кажется нужно заранее договориться например там ну мне так кажется да ну конечно то есть если будут хлопать давайте я повторю фуете ну да я вам там дам знак какой-то не знаю покажу вам рукой то есть ну это просто организационный момент что кстати с физических сил это конечно очень сложно еще раз там допустим ну хотя нет наверное если будет адреналин если она только танцевала вариацию то наверное это не проблема из Дон Кихота в первом акте два раза подряд да она не только из Дон Кихота танцевала она и Умирающего Лебедя танцевала я знаю где-то на стадионе ну не в России а тут в спектакле она танцевала вот говорят что она два раза подряд вот она кланялась и потом уходила в кулисы и потом выбегала снова с Кастанье танцевала еще раз на бис да был такой это в театре рассказывают скажем как практикуется я не помню в ближайшее время кто бы вот так вот на бистанцеван так с кем из педагогов Элеонора готовят партию от этой отделе в Лебедином в Минск ну все что я репетирую я репетирую сейчас с Марией Евгеньевной Алаш вот поэтому со своим педагогом репетитором в театре еще спрашивают будете ли вы участвовать в чайке предстоящей нет нет в чайке мои не участвуют так кто планирует ваше выступление вне большого театра сами делаем импресарио ну просто на самом деле Денису все звонят и по итогу так получается что у Дениса на самом деле очень хорошая еще память и он в принципе даже не записывая знает все свои выступления все концерты все помнит очень хорошо поэтому за это отвечаю хорошо спасибо так что вы переняли и чему научились у своего партнера мне кажется это вообще для двух сторон подходит все равно все учатся несмотря на то что у Дениса уже было больше опыта допустим чем у Элеоноры но тем не менее со мной наверное Денис только терпению может чуть-чуть научить это тоже хорошо в плане терпеть ждать пока пойму ну я стараюсь просто принимать уже опыт который у Дениса есть потому что конечно в плане поддержек опять же есть те которые вообще никогда в жизни не пробовала и в школе таким поддержкам скажем так не учат потому что наверное еще мальчики должны превратиться в мужчина крепнуть чтобы такое делать и только в театре можно что-то такое пробовать вот поэтому много чему практически всему наверное учусь также часто спрашивают почему у вас так редко можно встретить вместе танцующими в смысле не встретить а в смысле увидеть ну это вопрос наверное к художественному руководителю надо задать он же распределяет составы спектакля так что ну и как-то там были щелкунчик и Дон Кихот да был щелкунчик и Дон Кихот и там на гастролях вместе а на гастролях спартак вот мы танцевали да ну не только там в составе друппы большого театра но еще уже по отдельности тоже как-то ну на гастролях вы чаще да в принципе вдвоем танцуете чем в большом ну и с театром гастроли то получается что вместе ездим сейчас бы и Дерку танцевали как раз в Йошкар-эле вместе хорошо сколько по времени вы готовили мы уже говорили про спартак про подготовку вашу сколько вы по времени готовили партию эгины и хотите ли вы вернуться в след в будущем каком-то ближайшем или не очень к партии фриги ну у меня так вообще случилось что у меня как будто разделились две эти героини как будто это два разных спектакля вот потому что и гина она практически на протяжении всего спектакля она одна и по факту она не пересекается особенно с другими персонажами то есть у нее целых три отдельных больших вариации ну как монолога точнее это правильно называется вот одно адажево всего и со спартаком я вообще не встречаюсь на сцене всегда рядом со спартаком да и она все время вот как сказать под защитой под руками да вот и то есть для меня это по ощущениям два абсолютно разных для меня когда я исполняю эти партии два разных спектакля вот и конечно хотелось бы вернуться и к фрике я надеюсь что будет возможность исполнить эту партию вот но и гина для меня очень интересная роль в плане образа техники выносливость такая даже проверка была для меня и я даже нашла у себя видео где я участвую в академии пыталась сделать круг из первого акта вариации просто пробовала для себя не с педагогом в зале вот просто хотелось и одинаково дороги они наверное а готовила я где-то месяц мне кажется вот и мне очень помогло конечно что Мария Евгеньевна эту партию танцевала и она мне просто показывала из ног в ноги глаза и взгляд и говорила все что требовал Юрий Николаевич и очень много подсказывала что даже какая мысль у меня должна быть в этот момент ну то есть идея какая-то вот там есть очень много таких моментов когда вот что-то какая-то мысль ей приходит в голову там и действительно на спектакле это очень помогало и потом мне слава богу дали повторить второй раз и второй раз конечно мне было уже более уверенно я себя чувствовала а Юрий Николаевич сейчас наверное практически не появляется в театре конечно не появляется потому что сейчас время очень опасно но пандемия все-таки еще пока что нужно перечь Юрий Николаевич это правда а случалось ли так что вы отказывались от каких-то партий ну допустим потому что нехватка времени или может быть вам она не нравится прям совершенно и вы отказываетесь ну эрик брун я не стал танцевать и очень много раз как-то агитировали предлагали но как-то не нравится мне вот сколько бы я это не смотрел и никак поставлено это все и как-то мне это все не идет это вот я от себя говорю свое личное ощущение вот это пожалуй вот то что это и злой гений недавно вот был я уже танцевал принца а как-то так поставили злого гения вот я сказал что наверное это не совсем мое все же я больше принц нежели злой гений зачем танцевать что-то хуже в том же спектакле ну как-то да странно вот и поэтому вот теперь только принц в лебедином оси а я не отказывалась пока еще не настал этот период пока захватаюсь пока вот и как раз продолжение темы сложнее ли стала Элеоноре психологически может быть выходить на сцену в ранге ведущей солистки и как вы справляетесь с возросшей ответственностью и как бы взгляды стали более пристальные и все уже теперь сматриваются больше так как мне сказали что меня повышают после Дон Кихота вот я станцевал Дон Кихот по замене вот и как-то так на каком-то таком порыве что мне на самом деле безумно хотелось танцевать Дон Кихот повторить его потому что я вот чувствовала что мне нужен этот шанс еще раз выйти его станцевать знаете когда что-то чувствуешь что тебе это нужно что и вот оно происходит и все как-то сходится и ты вот я за один день я его один день порепетировала и на следующий день я его вышла уже станцевала на спектакле и вот какой-то как-то так вот все сложилось все вроде прошло благополучно и после спектакля мне сказали что вот меня хотят повысить и на следующий день я выходила в Дон Кихоте потому что подряд шло несколько спектаклей но в партии уличная танцовщица а уличная танцовщица у меня стояла как бы заранее то есть меня спросили ну как бы отменить меня снять меня с афиши или нет но я почему-то не захотела я сказала что нет все будет хорошо я станцую я к вечеру как раз отдохну и вот на следующий день когда мне сказали вечером что меня повышают и я тут поняла что на следующий день мне нужно выйти в уличной танцовщице вот здесь я начала волноваться что что я могу выйти как-то ну хотелось быть на уровне уже таком то есть я понимала что ни в чем ошибиться нельзя показать что усталость какая-то то есть вот ну и конечно чувствую огромную ответственность еще большую всегда чувствовала и сейчас уже когда люди видят определенный ранг твой в театре они уже наверное у них у самих ожидания куда более серьезные они не будут прощать уже тебе какие-то помарки поплашек уже идут смотреть не просто так а прицельно эфир будет сохранен да будет сохранен эфир так следующий вопрос мы прям так очень быстро идем по вопросам мне нравится у Дениса ожидается концерт свободный полет в ноябре в Якате планируете ли вы поработать с каким-то современным хореографом для постановки сольного номера для этой программы я буду говорить это все пока очень в планах хорошо это еще ну хорошо а сейчас такое тоже интересный вопрос есть ли у вас зависимость от соцсетей судя по всему некогда ей взяться если да боретесь ли вы с ней она сейчас у всех есть потому что вот всегда какое-то свободное время человек залазит в телефон что конечно неправильно и с чем нужно бороться потому что самое прекрасное что вообще происходит вокруг это в окружающем мире вот и ну зависимость она ну к сожалению и она у всех есть кто бы что ни говорил что у этой зависимости нет вот есть вот я просто наблюдаю людей вокруг и понимаю что вот даже иногда садятся куда-то там поужинать и обязательно нужно что-то посмотреть в телефоне что-то это даже есть очень хороший анекдот на эту тему свадьба пошла без драки потому что в ресторане был вай фай вот и поэтому как-то вот это и зло и в то же время важная часть нашей жизни согласна так одно секунду во все так исходя из предыдущего вопроса будет следующий мы пока не отвечаем на комментарии вы можете писать но мы пока не смотрим комментарии открыты ли вы для тесного общения со зрителями не знаю насколько тесного но зрители хотят знать и по вашему мнению должна ли стираться грань артист зритель в эпоху социальных сетей это уже как произошло и практически вот ну мы всегда общаемся мы всегда приятно конечно когда особенно поклонники которые вот уже много лет ходят в театр даже есть некоторые кто и Галина Сергеевна Уланова между прочим видели на сцене всегда приятно когда они стоят после спектакля ждут и делятся впечатлениями делятся впечатлениями от спектакля и даже когда такие поклонники которые правда видели людей таких как Галина Сергеевна да которые еще и тот спартак видели когда Василий в слее потанцевал достаточно давно все таки уже было конечно же приятно выслушать от них иногда и какие-то пожелания в хорошем смысле слова вот ну я честно говоря это очень ценю когда вот такие есть верные поклонники никогда не закрываемся и стараемся всегда наоборот интересно вот это обратное как сказать общение потому что это иногда очень даже помогает да а помогает в чем ну например бывает очень странно например что ты что-то на сцене сделаешь да и вот ты не знаешь чуть-чуть изменишь или что-то чуть-чуть ну вот какую-то мелочь маленькую поменяешь и не знаешь лучше стало или нет а например вот люди которые на твой спектакле ходят они говорят вот а вы сегодня сделали вот так вот а мы все увидели да мы все увидели и вот ты понимаешь что так все это хорошо и закрепляешь чуть-чуть свою какую-то маленькую деталь вот такое честное мнение поддержка в какой-то степени потому что поддержка тоже нам нужна но все таки да мы держимся за счет вот этой дачи с залом тоже мы сейчас согласны давайте потому что как-то и не рассчитал можно сейчас телефон сесть сейчас поменяем да секунду а я пока посмотрю какие там вопросы нам прислали как вы относитесь к творчеству Сергея Полунина мы нормально коллега ну вы знаете коллега как-то сложно назвать он же не в театре работает понимаете вот 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 творчество ищет новые формы и мы его за это очень уважаем ой очень хотят знать приедете ли вы в Самару на фестиваль Аллы Шелест стараемся ездить каждый год планируется я уже на протяжении восьми лет езжу на этот фестиваль и это наверное самый посещаемый мной фестиваль и очень приятно что 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 губернатор уже даже отметил что я езжу на фестиваль подарил мне часы памятные это очень приятно элечку опять не видно так вот так хорошо у нас сзади висит картина это на самом деле папа Дениса подарил мой папа мне подарил и сказал если ты ее не повесишь я обижусь мне пришлось ее повесить но на самом деле даже она хорошо смотрится она очень хорошо смотрится это папа Дениса нарисовал? не он не нарисовал он просто ее заказал на мое тридцатилетие и говорит вот переедешь в квартиру говорит чтобы она не съела это будет твой сувенир она прекрасно очень хороший сувенир но она хорошо смотрится единственное что мне не нравится что там у меня нет небритости которая должна быть у Спартака вот здесь но есть усы а вы дорисуете углем там усатый Спартак я усатый Спартак немножко Дон Кихот ну нет это все равно такая не Дон Кихотовская то есть небритость только они не такие прям усы спрашивают можно ли вам потреблять алкоголь можно конечно а что ж нельзя можно ну просто в умеренных пределах потому что от алкоголя да многие говорят там за сколько до спектакля вы не пьете алкоголь я говорю ну где-то за час ну отшучиваюсь так я говорю конечно же все в умеренных дозах это очень как бы сказать приветствуется но когда уже идет какой-то перебор то это всегда плохо ну и насколько я знаю лучше если что-то и пить то пить крепкое да чем что-то вот непонятное да нет на самом деле безусловно да многие говорят что крепкие напитки они лучше не лучше а как бы менее вредны для мышц на самом деле все индивидуально потому что по моему даже Николай Максимович что-то говорил похожее там чего-то не помню например я вообще не люблю крепкие напитки то есть если что-то и выпью то это может быть будет вино и скорее всего даже красное потому что в основном там не знаю я замечала что девушки например любят больше белое какое-то вино во мне пациенту больше если об алкоголе говорить то например не крепкое и какое-то красное очень легкое вот красное лучше согревает мне кажется пошла тема ну почему это интересно а то да у нас как-то темно да хорошо видно сейчас ну так можно было бы свет добавить если он есть да и у нас много свет а потому что вы на концовом сидите а выключи тот вот так хорошо вот так хорошо отлично да вот а еще спрашивают будет ли ваш творческий вечер который отменился из-за пандемии ну вы знаете мне на самом деле предлагали его еще сделать четыре года назад но мне кажется я еще был недостаточно созревший для него и как-то не чувствовал себя в этом и потом в итоге как-то я решился думаю а почему не попробовать за спрос денег не берут но к сожалению вот накрылось все из-за этого коронавируса но сейчас ждется ну если делать первый раз что-то в москве надо чтобы это было на сто процентов а не на пятьдесят чтобы чтобы делать так так делать так сказать в ближайшее время он пока что к сожалению не будет потому что сказали что хотят на сто процентов да а это да нет даже даже не то что хотят и мы хотим ну это логично да москва тем более требовательная всегда ко всему да какой самый запоминающийся подарок вы получали в жизни давайте вот так от зрителей может быть от зрителей да про японскую историю ну про японскую историю я не буду рассказывать когда мне очень хотел спеть и было подарено баночка пива со льдом это было самое вообще вот тогда идеальное во льду во льду вернее не со льдом во льду очень мило да вот ну так на самом деле очень много дарят на самом деле подарков даже сейчас какие-то DVD DVD диски дарят с какими-то фильмами да уже старинными хотя уже балетными именно диплееров нет даже не с балетными не с балетными но иногда и балетными тоже ну больше такие старые Голливуды скорее да с Ален Делоном недавно подарили даже Шерон Стоун что-то дарили причем это подарила бабушка которая хорошо за 80 лет но это приятно потому что она помнит и ценит работу артиста да внимание какие-то некоторые подделки дарят вот мне один раз подарили на дереве вырубленного курбского и он у меня стоит на полочке и это очень приятно интересно а если бы не балет то что нет нет я бы не был конечно я думаю у Элеоноры я занимаюсь с трех лет балетом поэтому мне кажется у меня как-то у Эле не было выбора да у меня скорее нет на самом деле у меня был выбор я еще много чем занималась мама у нас старалась и моих братьев и сестру очень чтобы мы были всегда чем-то заняты и в основном конечно искусством вот я еще плаванием занималась из таких именно физических нагрузок вот но как-то балет всегда и больше часов на занятия уходило и мне больше всего нравилось и как-то не знаю но это все равно было бы сковорно ну то есть там не кино не живопись кто-то вот кто что иногда говорит там допустим кто-то бы не знаю стал режиссером фильмов вот он вот танцует например но он мечтает вот у него есть мечта но у вас наверное все равно был бы спорт да какой-то ну мне нравилось рисовать наверное вот у меня первое было танцевать второе рисовать но танцевать все равно больше так у нас спрашивают где сейчас ваша сестра Ксения и как строится творческий путь сестра сейчас в Санкт-Петербурге вот сейчас она занимается тем что преподает маленьким детям помогает им разрабатывать данные то есть еще такие подготовительные какие-то уроки дает вот творческий путь из-за пандемии немножко все затянулось но вот сейчас она ищет себя ищет свой театр и чем бы вы хотели заниматься или может быть даже успеваете это делать в свободное от балета время которого нет не ну есть сейчас нет есть конечно ну честно говоря нравится гулять тем более вот по такой теплой москве потому что я лишний раз убедился что москва это самый чистый и приятный город который я когда-либо вообще был потому что везде есть какие-то такие очень большие проблемы связанные с экологической обстановкой например лондон к сожалению очень грязный город нью-йорк тоже а в москве нет такой проблемы и при том то что я говорю что грязный в центре там не просто где-то на окраинах да а у нас вот я допустим ну я не знаю может быть я не гулял там где к сожалению есть мусор ну вот где бы я не был в москве всегда очень чисто и поэтому я очень люблю гулять по москве и она с каждым мне кажется годом развивается и становится все более современной современной ваше любимое место для отдыха например страна или локация ну если говорить о сезоне да то конечно же дома самое вообще идеальное место для отдыха а что касается какой-то страны куда поехать но мне кажется это Греция но у тебя ну в Греции мне тоже нравится да но мы там еще не отдыхали пока конечно но мы туда приезжали как работать но там очень приятный мне кажется и климат и какая-то атмосфера и вкусная еда греческий салат клубника вот такая ну и конечно же культура греческая она всегда притягивает мифы да притягивает эта страна конечно и когда ты там оказываешься ты начинаешь верить во все мифы которые вообще существуют там атмосфера да 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 Денис ну они конечны скажем так кому-то чуть больше дается кому-то чуть меньше я надеюсь что мне дастся очень много и чтобы это и при этом было еще смотрибельно что не то что я могу а на это уже смотреть невозможно чтобы совпадало мои желания и возможности с тем что зритель должен видеть из зала образование у Дениса хорошее оно ему позволяет в принципе помечтать помечтать кстати был вопрос про образование ну я посчитала таким не очень интересным ну раз мы вот как-то затронули слегка эту тему спрашивала подписчица успеваете ли вы как вы успеваете совмещать вот обучение и по ночам очень сложно было я похудел наверное на килограмм 8 тогда потому что это же тоже нагрузка не только физическая но умственная от умственной и такой эмоциональной одновременно нагрузки худеешь потому что это волнение и экзамены конечно я очень волновался сдавать потому что там же в МГУ сидели так сказать не самые последние люди великие умы все очень образованные которые видели там очень там многих студентов которые проваливались которые сдавали гениально на которых ну как бы помогали подсказывали да ну в общем все у них опыт большой поэтому я очень волновался что что же будет как они отнесутся ко мне тем более к балетному потому что многие считают что балетные не умеют разговаривать я тогда на защите диплома этот миф развеял они мне даже сказали а мы думали что вы только можете прыгать мне вот так сказали я говорю ну ну как бы не прыгать именно а вот ну то что вот без слов выражать свои эмоции оказывается не эмоции а мысли излагать и тогда они были очень удивлены и мне было это очень приятно что такой миф в профессорской среде Московской государственной университет мы развеем да спрашивают есть у вас что даже ну даже предложили дальше обучение продолжить и выше и как пойдете я уже пошел потихонечку что-то ну там просто уже немножко по-другому там уже аспирантура и нет такой такого интенсивного графика обучения но мне там конечно же вот сейчас идут навстречу потому что сейчас очень много работы честно скажу и они как бы так очень с пониманием относятся и большое им за это спасибо так у нас уже в принципе выходит время да 4 минуты последний вопросик у вас есть в планах поездка в Казахстан порадуем наших казахов в Казахстан хотелось бы и должны были ехать и лебединые танцевать и карман-сюита вот мы должны по-моему были тоже танцевать что-то такое да вот но пока вот в планах к сожалению нету приглашайте что же да мы приедем есть ли у вас какие-то любимые места в Москве вот вы любите гулять где где Малая Бронная 24 ну почему я сказал 24 потому что там ресторан вкусный адрес вы знаете спасибо большое было очень интересно спасибо вам хорошего вечера зрителям тоже было очень интересно да спасибо будем еще видеться я надеюсь хорошего вам тоже вечера удачных спектаклей легких ног прыжков и всего всего спасибо большое спасибо да хорошего вечера и и вам и здоровья всем подписчикам и вам тоже спасибо и вам все до свидания до свидания до свидания